Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня видео про уникальный антиоксидант глутатион. Сначала я расскажу вам кратко, для тех, кто долго не хочет слушать самую суть, а затем уже более подробно. Итак, поехали! Глутатион представляет собой трипептид, то есть молекулу, которая состоит из трех аминокислот, а именно цистеина, глицина и глутамина. В состав молекулы глутатиона входит сера, а это и мощный природный адсорбент, и такая молекула представляет из себя как бы ловушку, словно говоря, липучку, которая распознает и захватывает канцерогены, пестициды, токсичные метаболиты разных лекарств и в том числе антибиотиков, что очень важно, и выносит их из организма. Ну, а еще к тому же сера жизненно необходима для здоровой кожи, и когда человек, например, теряет жировую ткань, худеет, то у него бывает кожа висит, потому что не хватает минерала серы. Идем далее. Теперь я расскажу, что снижает глутатион в организме и что повышает. Снижает скорость старения клеток и, как следствие, органов. Снижает, убирает воспаление в организме, в том числе вследствие инсулинорезистентности, метаболического синдрома и прочих проблем с метаболизмом. Снижает уровень меланина и, как следствие, уменьшаются проявления пигментации на коже тела. И в том числе это очень важно для тех, кто страдает таким аутоиммунным заболеванием, как витилига. Ну и, конечно, любыми иными, которые нарушают пигментацию кожи тела. Ну и самое главное, глутатион уменьшает количество активных форм кислорода, то есть мощнейших свободных радикалов. И вместе с другими, любыми антиоксидантами участвует в том, чтобы снизить на организм разрушительные, губительные на клетку, на ДНК воздействия этих самых разных свободных радикалов. Ну а что повышает глутатион в организме? Ну, во-первых, повышает настроение и общее самочувствие. Поднимает, улучшает память и функционирование головного мозга, то есть скорость реакции, улучшает умственные способности, ну и так далее. Кстати, здесь для тех людей, кому это актуально, я хочу сказать, что я рекомендую принимать, ну понятно, что липосомальный глутатион. Почему липосомальный чуть далее скажу, а плюс к этому, гриб герицей, или по-другому он называется ежовик грибенчатый, видео о нем вы посмотрите, ссылку оставлю вам под этим видео. Я последнее время оставляю единую одну ссылку, вы нажимаете на нее, переходите на страничку в моем сайте yufralov.blog, и там, на этой страничке, по очереди даны те ссылки, ну о которых я говорил, ссылки на те видео или товары, о которых я вам говорю в том или ином видео, будет так и сейчас. Итак, будет ссылка там и на липосомальный глутатион, и на ежовик грибенчатый, ну и третий препарат, который повышает умственные способности, и даже укрепляет, более того, восстанавливает нервные клетки, нервную систему, это уникальный препарат профессора Исаева, кавьерламин. Принимая их совместно, ну в течение дня, вы однозначно улучшите память, когнитивные способности мозга и восстановите нервную систему. Но идем далее, что еще повышает глутатион? Он повышает синтез коллагена и эластина, что великолепным образом влияет, то есть положительно на тургор, на упругость кожи, что очень важно, особенно, конечно, женщинам, особенно после менопаузы. Далее, глутатион повышает восстановление других антиоксидантов и усиливает их действия, таких как витамина С, витамина Е. Кстати, витамин С тоже есть в липосомальной форме. Давайте сразу поясню для тех, кто не в курсе. Кратко, липосома это такая оболочка, состоящая из фосфолипидов, которая окружает тот или иной витамин или минерал и не дает в нашем ЖКТ раствориться раньше времени. Это легко, структура проникает в кровь, разносится кровью во все клетки и ткани нашего организма, и там в клетках этот элемент отдается для биологического оборота. А вот фосфолипидная оболочка, более того, это безотходное производство, она пойдет на построение клеточных мембран. То есть, это уникальная, не имеющая аналога в мире, технология полностью полного биологического цикла. Ну и, наконец, глутатион повышает выносливость организма, дает силу и энергии. Теперь давайте я чуть подробнее расскажу, ну а те, кто не захочет слушать более подробно, но заинтересовался этим препаратом, приобрести липосомальную форму глутатиона, можно, перейдя по ссылке, про которую я уже сказал, под этим видео будет единая ссылка, перейдя по которой вы увидите разные ссылки, в том числе и как купить липосомальный глутатион. И на все на то, о чем я уже говорил. Кратко я вам скажу сейчас про дефицит глутатиона. Так вот, его дефицит снижает качество жизни, негативно влияет на внешний вид человека, на эмоциональный фон и на ментальное здоровье. Уже к 40 годам глутатиона в организме синтезируется на примерно 10-15%, а то и более меньше, чем в 20 лет, даже при одних и тех же условиях жизни и питания, а тех, кто питается недостаточно, плохо, неполноценно, стрессы и другие факторы негативные на 20-30 и более процентов. Каковы признаки дефицита глутатиона в организме? Это появление первых морщин, ранних морщин, ухудшение состояния кожи, частые бессонницы, нарушение памяти и концентрации внимания, повышенная утомляемость и раздражительность, а также участившиеся простудные и вирусные заболевания. Это характерные признаки. А также очень важными показаниями к применению глутатиона являются наличие, например, родственников, страдающих от болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза. Соответственно, показаниями являются эти самые заболевания, в том числе. Прием глутатиона очень важен, необходим вне зависимости от времени года, однако в период усиления вирусно-инфекционных заболеваний, нагрузок иного рода на организм, это особо актуально. Прием глутатиона на регулярной, постоянной основе необходим для замедления процесса старения организма, в том числе предотвращения образования морщин на коже снижения концентрации внимания и когнитивных функций нашего головного мозга. Есть еще один очень важный момент. В многоцентровом исследовании, проведенном в Китае, была изучена эффективность и безопасность восстановленного глутатиона у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Всего в исследовании приняло участие 245 пациентов, которые в течение трех недель получали глутатион в дозировке 1200 мг в сутки. Напомню, что печень является основным местом синтеза глутатиона в нашем организме. Но у тех людей, у кого есть различные заболевания печени, начиная от жирового гепатоза и заканчивая циррозом, а еще раз напомню, что печень не болит, когда разрушается, там нет нервных окончаний. И посмотрите мои видео, очень важные по проблемам с печенью, в том числе по определению, по внешним признакам болезни печени. Ну так вот, при нарушении функции печени всегда наблюдается дефицит глутатиона. А вот именно глутатион способен противостоять процессам накопления жировых соединений в печени и свободно радикальному окислению липидов. То есть глутатион препятствует жировому перерождению печеночной ткани. Эффект терапии с применением глутатиона был доказан в различных клиниках. Теперь пару слов про эффективность глутатиона в дерматологии. Итак, глутатион способен улучшить цвет кожи на участках, подверженных воздействию солнца, уменьшить глубину морщин, улучшить эластичность кожи, снизить появление пигментных пятен при воздействии ультрафиолета. И еще добавлю следующую информацию для тех людей, ну, женщинам в основном, кому это очень актуально, я имею ввиду молодость, здоровье кожи. Я вам рекомендую обязательно пользоваться попеременно, например, месяц, следующими препаратами. Это гель и крем с хитозаном. Уникальная разработка моих коллег, ученых Новосибирского академгородка. Это, во-первых, и ссылки на видео, которые я вам советую посмотреть, в этой связи я вам оставлю, и на эти. Гель и крем, причем гель глубинного, трансдермального проникновения. Это очень важно понять, что ни один крем не имеет трансдермальное проникновение и, соответственно, эффективность, а только гель. Крем нужен там для другого. Так вот, и второй уникальнейший препарат, создан японскими уже учеными, произведенный в Японии, это маска для кожи лица и шеи. Причем я настоятельно вам рекомендую это видео о данной маске японской. Посмотреть я подробно там все разъясняю. И ссылки на эти товары я тоже вам оставлю. Но идем далее. Так вот, очень рекомендуется прием глутатиона мужчинам и женщинам в возрасте от 35-40 лет, обладателям вредных привычек, тем людям, кто хочет иметь подтянутую кожу, тургор, цвет кожи хороший, и уменьшение пор, и осветление кожи, уменьшение пигментации. Ну и, конечно, офисным сотрудникам, студентам в период повышенных нагрузок, всем тем, у кого умственная активная деятельность, ну и людям, конечно, преклонного возраста, всем без исключения. Именно липосомальный глутатион оказывается эффективным, и это уже видно, результаты видны, начинают быть через неделю-полторы от начала приема. Взрослым дозировка раз в день, по одной капсулы по 200 мг, можно два раза в день, а детям один раз в день половину капсулы – это 100 мг. Ну и давайте в завершение я еще кое-что интересное вам расскажу. Итак, я сказал, что глутатион – это мощнейший антиоксидант. За счет чего? Давайте поясню для путливых людей, кто хочет понять причины и, собственно говоря, как, зачем и почему. Так вот, за счет наличия у него теоловой группы цистеина. Глутатион является важной частью системы противодействия окислительному стрессу, результатом которого является появление свободных радикалов, перекисных соединений, инактивированных ферментов, что для организма, конечно, разрушительно. Итак, это защита организма от окислительных факторов. Теперь, это регулятор апоптозы клеток. Я про это еще не говорил. Дело в том, что глутатион участвует в метаболизме питательных веществ и регуляции клеточных метаболических функций, начиная от синтеза ДНК и белка и заканчивая сигнальной трансдукцией, пролиферацией клеток и апоптозом. Влияя на статус клеточного воспаления, окисления, глутатион может также модулировать экспрессию генов и другие клеточные механизмы. Это эффективный детокс-комплекс. Это одно из немногих веществ, которое обладает двойной сульфидной группой. Соединенные между собой атомы серы образуют биологическую, как бы, липучку, которая распознает и захватывает канцерогены, о которых я уже говорил. В том числе, кстати, соли тяжелых металлов и моментально нейтрализует их действия и выводит их из организма. Поэтому, когда я рассказывал в своих старых лекциях о вариантах выведения из организма тяжелых металлов и даже радионуклидов, например, препаратом гриб-дождевик или комплексом профессора Исаева, то очень хорошо дополнительно ввести липосомальный глутатион для этих целей выведения из организма всевозможных вредных токсичных веществ. Ну и, конечно, глутатион – это помощник в уходе за кожей. Он уменьшает, как я говорил, уже пигментацию. А механизм данного явления заключается в прямом ингибировании тирозиназы, то есть фермента, который превращает аминокислоту тирозин в меланин. А меланин – это группа пигментов, защищающих кожу от воздействия ультрафиолетового излучения. Ну что ж, дорогие товарищи, я думаю, достаточно информации для того, чтобы вы могли принять решение, стоит вам применять данный продукт или не стоит. Я рекомендую, лично я его принимать сейчас буду. Слава богу, как говорится, он появился у нас. И, кстати, посмотрите, какие еще липосомальные витамины и минералы и другие нутриенты существуют и у нас в продаже они есть. Напомню, что данные продукты не имеют аналогов ни в России, ни в мире. Это инновационная российская разработка. Ну, а теперь заходите по ссылке под этим видео, смотрите все то, о чем я рассказывал. Обязательно видео посмотрите важнейшие по той или иной теме, которые вам могут быть интересны и важны. Ну и, конечно, ссылка на глутатион, препараты профессора Исаева, гриб герицы или ежовик грибенчатый и прочее, о чем я говорил сегодня вам. Ну, а также я советую, посмотрите другие мои видео о липосомальных тех или иных витаминах, минералах или других нутриентах. Крепкого вам здоровья, всего хорошего, до новых встреч!